Здравствуйте, уважаемые избиратели! Очередной отчет о своей деятельности. В принципе, отчитываться так не очень хотелось бы, по одной простой причине, что дел больших не сделано, но маленькие шажки для больших дел сделаны. Но праздники, в принципе, прошли. Это видно на портале, чем я занимался на рождественских праздниках. Проходил весь свой округ, где единственное, что там... Нет, не обошел два дома, не застал заслуженных наших ветеранов. Ну, просто не получилось. Видимо, дома просто не было. На что бы я хотел, наверное, обратить внимание. Вот на что. После статьи в Восточном береге при выходе из администрации меня остановил житель города и сказал, что вот у него ко мне претензии. Мы сразу же начали с ним разбирать данный вопрос, какие у него претензии именно ко мне. Начали мы с счета, которые находятся у него на площадке, потом перешли уже в управляющую компанию, потом добрались до главы администрации, главы района и, в конце концов, до губернатора нашего. Я его остановил, конечно. Начали разбираться, в чем все-таки, как я вижу причины. И пришли к выводу, что он был не согласен с одним, что сами избиратели, сами жители виноваты. Когда мы начали всю его тираду, которую он мне выдал, мы начали разбирать по отдельности, пошагово, и он согласился, что в данном вопросе получается, что, в принципе, везде виноваты сами избиратели. Спрашивать в одном случае можно, когда есть запрос, про что я имею в виду в виду. Можно спросить с руководителя, как города, так и управляющих компаний, местных, также из депутата. Только в одном случае, когда сами жители хоть что-то делают. Понимаете? Вот элементарно, могу привести пример, когда встретились мы с ним, он мне говорит, а можно сделать то-то, то-то. Я говорю, да, давайте, но я не могу это ничего сделать. Вы напишите. Ждал долго, в конце концов, я набираю опять сам встречу. Встречаемся, предлагаю, давайте я вам сам напишу, помогу, как это сделать. Вы просто перепишите потом. Хорошо, хорошо. Написал. После того, как написал, спрашиваю. Отправили? Нет. Почему? Потому что боюсь. То есть, получается, все-таки желание-то есть у людей. Хотеть. Но желания иметь нет. Вот, наверное, в этом причина. Каким я все-таки вижу все, не только это, может быть, выглядит как претензия к избирателю. Как я вижу вообще формат действия, как депутат. Идеальный вариант какой? Если сам избиратель чего-то хочет, он должен прежде всего озвучить этот вопрос. Первое. Я бы хотел вот такой на реформе. В каждом доме, чтобы у меня было доверенное лицо, доверенное, что помощник, помощник меня самого. То есть, он на месте, будет лучше знать, какая ситуация. Это раз. Он будет прекрасно знать дело на месте и легче будет ситуацию раскручивать на месте. Просто сейчас на данный момент 14 домов по всему клубу. В каждом доме есть определенные моменты, которые надо разбираться до мелочей. На это время, казалось бы, можно уделить. Я бы хотел, но по времени я не могу все это сделать. Мои помощники, они бы на месте могли всю ситуацию, которая в доме или хотя бы вокруг дома, они владели. И если какие-то проблемы по самому дому, можно было бы конкретно с этим человеком решать. Вот на сегодняшний момент у меня уже появился такой помощник. Это Жукова 10, род Смирнова, рода Семеновна. Я ей сейчас делаю удостоверение свое личное, чтобы у человека было, как говорится, полномочия мои. Именно представлять мои интересы в своем доме от меня. Потом, что депутат, как лоббист. Лоббист может быть только в том случае, когда есть интерес в лоббисте. Имеется то, что лоббировать интересы. Консультанты. Консультанты, я так думаю, тоже обязательно нужны, потому что депутат, он так же. Я, допустим, человек из народа и практически из народа. Хоть и имею какое-то определенное образование, но во всех вопросах я не могу быть следующим. Абсолютно. В вопросах ЖКХ я стал как представитель совета дома, и они поверхностные. В плане именно ЖКХ это нужно специалистом быть. Однозначно. Потом, в земельных вопросах и так далее. Нам, как депутатам, частенько дают для решения каких-то вопросов, которые мы должны принять от администрации. Не всегда мы же можем быть в этом грамотными. Хотя нельзя убирать со счетов то, что у нас есть опытные депутаты, которые уже не первый срок у нас, второй и третий срок, которые находятся, у них уже определенный опыт накопился. Я, допустим, новичок, и мне в некоторых вопросах приходится просто догонять ситуацию уже по ходу действия. Бывает, задаешь глупые вопросы. Я не стесняюсь этого. Но все равно. Должны быть обязательно консультанты. Консультанты именно профессионалы. На что бы я еще хотел обратить внимание? Ну, наверное, вот еще вопрос. Люди очень часто задают вопрос по ремонту подъезда. Пора бы уже понять, что сейчас общая домовая собственность, она является, если вы являетесь жильцом этого дома, если у вас партизерная квартира или купленная квартира. И это общая домовая собственность. Если вы, конечно, в социальном найме, то, конечно, это муниципалитет за вас, то есть муниципалитет задержит. Но, может быть, такая ситуация, что... Так, это, наверное, подпозже. По ремонту подъездов давайте вернемся. По ремонту подъездов я могу вам помочь. В каком плане? Так как вы являетесь собственниками, вы несете солидарную ответственность за содержание дома. Да, конечно, мы все платим определенную сумму на текущий ремонт. Так как это управляющая компания или это СЖ, как они у нас тратят их и эксплуатируют, это другой вопрос. Но в плане подъездов, если в планах состоит управляющая компания на какую-то дату, я на него выполнил. И это из года в год. И уже сколько там... Некоторые говорят, у нас скоро 50 лет дому, и ни разу не ремонтировался подъезд. Ну да, все прекрасно. Но можете так же и вы сами сделать. Я могу вам в этом вопросе помочь. Каким образом? Вы собираете деньги, да? Вот инициативные группы собираем. Собираете деньги. Эту сумму необязательно единовременно. Можно, допустим, на полгода, по 500 рублей с квартиры. Собираете полгода. Вот считайте, если 80 квартир. 80 квартир, да? Сейчас попробуем посчитать. 80 квартир умножаем на 500. Получается 40 тысяч. 40 тысяч. Представьте, 40 тысяч. И умножаем это на 6 месяцев. Это 240 тысяч. По идее, за эти деньги можно все по лизу приматировать. Вот реально? Я так думаю. Если мы осмечивали примерно... Давайте так. Материал закупить можно прямо у нас в городе. На эти деньги можно реально съездить, купить материал. В отношении рабочих я вам помогу. Кто бы выполнил эту работу. Проконтролировать вы сами можете. Инициативная группа собралась это сделать. Я просто элементарно. 500 рублей. Даже берем, берем не 500, а 250 рублей. 80 квартир. Возьмем, да? Большая советская 9, 11, да? 13. У нас по 50 квартир. 50 квартир умножаем на те же самые... Ну давайте 250 рублей, да? Получается 12 500 и умножаем на 6 месяцев. 75 тысяч. Это на один подъезд. Запросто. Вот реально? Запросто. 75 тысяч. Реально. Хотя управляющая компания считала, что у них на один подъезд 5-этажный обезд, не ошибаюсь, 180 тысяч. Могу ошибаться, но я помню, что звучала цифра 180 тысяч на подъезд. То ли 9-этажное, то ли 5-этажное здание. Ну, в два раза можно реально вот этот ценник понизить по трудозатратам и по то, что собрали, сами купили. Сами себя же проверите абсолютно. Ребята, ребят можно найти. Я вам могу этот вопрос взять на себя. Если хотите, телефон есть. И мало того, каждую вторую субботу я у себя в офисе, в данном моем офисе, да? Вот у себя на работе, я в каждую субботу, в 12 часов, каждую вторую субботу, в магазин «Эксперт», это Октябрьская 26, 3-й этаж, офис номер 2, я принимаю себя граждан. По сей день ни один человек не подошел. Я трачу свое время для вас. Вам это, получается, не нужно. Если действительно вам не нужно, я буду заниматься просто другими вопросами. На округе все хорошо. Большое спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok